Ассалам алейкум. В эфире телеканала ННТ новости Дагестан. В студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Новая курортная зона на Каспии. Владимир Путин высоко оценил перспективы развития туризма в Дагестане. Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного моря и тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Один из перспективных морских курортов это проект нового курорта на Каспии, который способен объединить в себе как пляжный, блинологический, так и этно-агро- и гастрономический туризм. Данный проект разработан Республикой Дагестан в продолжение проекта Всероссийского детского центра на Каспийском побережье, о котором я уже докладывал вам. И снова ДТП и снова жертвы. На автодороге Махачкала-Верхний Гунип столкнулись два автомобиля. Махачкалинский морской порт отдадут в частные руки. Чего ждать от инвестора, расскажем в выпуске. Суперкубок НФЛ отправляется в Хасавьет. Об этом в спортивном блоке новостей. Для нас очень важно, чтобы эти все люди, которые любят футбол. Не обязательно, что все могут стать профессиональными. Но очень обязательно и важно для нас, чтобы они занимались именно футболом 8 на 8, 6 на 6, 5 на 2. Не важно. Люди занимаются с должницей футбол-порта. Владимир Путин высоко оценил перспективы развития туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа. В том числе возрождение на современном уровне курортной зоны Кайкент на Каспии. Здравницей, по словам главы государства, в советское время была одной из лучших в стране. Об этом Путин заявил в рамках заседания Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Участие в работе заседания принял и глава Дагестана Сергей Меликов, который презентовал проект нового курорта в регионе. К огромным спросам у наших граждан пользуется, ну это естественно, мы все это хорошо знаем, отдых на море. Поэтому надо активнее использовать богатейший потенциал побережья, Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного Приморья, и тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 миллионов человек. Нужно также продолжить развитие туристско-регуляционных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Киакент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране. Её термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, и у нас есть возможность создать на этой природной базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам. Один из перспективных морских курортов – это проект нового курорта на Каспии, который способен объединить в себе как пляжный, бальнологический, так и этно-агро- и гастрономический туризм. Данный проект разработан Республикой Дагестан в продолжение проекта Всероссийского детского центра на Каспийском побережье, о котором я уже докладывал вам. В первую очередь хочу доложить о предпосылках создания нового курорта на Каспии. Для иллюстрации спроса на Каспийское направление морского отдыха приведу один пример. Количество запросов словосочетания «Дагестан-море» в поисковой системе «Яндекс» в июле 2022 года по сравнению с июлем 2020 года выросло более чем в 13 раз. Хотя море в Дагестане является далеко не единственной точкой притяжения туристов. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 7 месяцев уже достиг более 1,3 миллиона человек. Это рекордная численность пассажиропотока за всю историю аэропорта. Использование туристического потенциала Республики – один из способов вывода Дагестана из зоны высокой дотационности и возможности создания множества рабочих мест. На основании вашей резолюции была разработана концепция создания на побережье Каспийского моря Всероссийского детского центра «Дагестан». В Буйнакском районе в результате ДТП два человека погибли и один пострадал. Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Махачкала-Верхний Гуниб. Причина аварии – 62-летний водитель «Лада» выехал навстречу и столкнулся с автомобилем «Хюндай Солярис», за рулем которого был 28-летний житель Гунибского района. Оба они скончались на месте от полученных травм. Пассажир «Хюндай Солярис» – 17-летний житель Кизляра с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. Из-за сильных дождей сразу в двух муниципалитетах республики прервано транспортное сообщение. В Тляратинском районе селевые потоки размыли автомагистраль республиканского значения Анцух-Тлярата, а на дороге местного значения Тлярата-Камелух произошли обвалы скальных пород. Заблокирован и отрезок пути Гунибское шоссе в Антляшевский перевал на Бештинском участке. На данный момент работы по расчистке дорог почти завершены. Министерство транспорта напоминает, что из-за обильных осадков в горах сохраняется опасность камнепадов, обвалов и схода селей на проезжую часть дороги. Водителям настоятельно рекомендуется быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Махачкалинский морской торговый порт могут приватизировать и передать частным инвесторам. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на Восточном экономическом форуме. Инвестиции позволят модернизировать объект, чтобы в последующем использовать его как важный транспортно-логистический коридор. Сегодня мы можем компенсировать товары, которые раньше получали с Запада, поставками из тех стран, с которыми продолжаем сотрудничать. Но для этого должен быть переформатирован транспортно-логистический коридор «Север-Юг», цитирует Меликова телеграм-канал администрации главы республики. У налоговой службы Дагестана новый руководитель. Им стал Нурла Хизриев, экс-заместитель начальника ведомства. Кадровая перестановка производится в связи с переходом нынешнего руководителя Газинура Абсалямова в управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Напомним, Абсалямов возглавлял дагестанский УФНС с сентября 2018 года. Дагестанские борцы-юноши выиграли всероссийский турнир во Владикавказе. Командные соревнования «Надежда России» посвятили 60-летнему юбилею двукратного олимпийского чемпиона Арсена Фадзаева. За победу боролись 9 команд в формате «Стенка на стенку». На групповом этапе дагестанская сборная взяла вверх над сверстниками из Москвы, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Алании. А в финале подопечные тренера Арсланбека Алиева были сильнее команды из Чечни. Суперкубок НФЛ отправляется в Хасавюрт. Игроки спортшколы имени Шамиля Умаханова стали обладателями Суперкубка национальной футбольной лиги. Матч за почетный трофей проходил на арене Дагау в Махачкале. Победители регулярного чемпионата в высшей лиге встречались с обладателями Кубка Кюре из Касумкента. Счет в матче был открыт уже на третьей минуте. Дальним ударом ворота поразил Магомед Эльмурзаев. Номинальные гости сравняли счет ближе к концу первого тайма. Прямым ударом со штрафного отличился Гаджимагомед Ферзилаев. Дальше забивали только хасавюртовцы. Хитрик оформил Магомед Ханакаев еще один мяч на счету у Ахмада Пашаева. Итог встречи победа воспитанников школы имени Умаханова 5-1. Матч за Суперкубок открыл новый сезон НФЛ официального чемпионата Дагестана в формате 8 на 8. Первый тур состоится в эти выходные. 8 на 8 занимает больше ребятишек, больше взрослых людей сегодня. Те, кто не попали в профессиональный футбол, они занимаются именно этим видом футбола. И для нас очень важно, чтобы эти все люди, которые любят футбол, не обязательно, что все могут стать профессиональными футболистами, но очень обязательно и важно для нас, чтобы они занимались именно футболом 8 на 8, 6 на 6, 5 на 5, не важно. Люди заниматься должны спутвортом. В сегодняшний момент у нас сформированы два дивизиона по 18 команд. Сейчас мы находимся на стадии формирования второй лиги. Если говорить по поводу сезона, мы несколько моментов, конечно, подготовили, приятных моментов. Мы решили в первую очередь усилить именно медийно наш турнир. Плюс у нас такие серьезные партнеры. Есть другие еще ребята, которые откикнулись. И в этом сезоне у нас большие цели, большие задачи. И вот как раз этот старт сегодня, я думаю, этим всем я знаменован. Это были все новости на сегодня. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова